Александр Лукашенко на пресс-конференции для российских СМИ несколько минут назад заявил, что считает не солидным для президента пользоваться планшетным компьютером. Я процитирую, только что это сообщение пришло по каналу магистрали о новости. Я могу эти айпады или айпэды носить, пальцами тыкать, но это не президентская. Президент это консервативная должность. Когда президент впереди планеты всей, это вызывает сарказм общества. По мнению Лукашенко, вот еще из его заявлений, Павла Бородина все-таки отправляют в отставку в очередной раз, на этот раз с поста госсекретаря Союза России и Белоруссии. Лукашенко, подтвердив вот эти сообщения о скорой отставке, уже звучавшей в российских СМИ на этой неделе, отметил, что это не была инициатива Минска. Бородин занимал данный пост со времен достаточно формального, как выяснилось, последствия объединения России и Белоруссии в единое государство. Кому же в итоге достанется должность Павла Бородина и вообще, что все это значит, версии изучал мой коллега Антон Жилнов. Да, Маш, привет еще раз. Ну, с планшетами, конечно, замечательная история. Ну вот, газета РУ, ссылаясь на своих источников, сообщает, что увольнять Бородина будут мягко. Лукашенко не хочет дать его в обиды, его просто не переутвердят на четырехлетний срок, новый в декабре. При этом сам президент Белоруссии дал сегодня ясно понять, что решение об увольнении долгожителя, Бородин является секретарем Союзного государства России и Белоруссии уже 11 лет, исходит из Кремля. И Белоруссия это не, его решение не инициировало, сказал Лукашенко. Слухи об отставке Бородина ходят уже несколько месяцев. По мнению политологов, отставка не случайная, связана она с тем, что с 1 января 2012 года в силу войдет Новый Евразийский Союз. Соответственно, Союзное государство в этой связи ждет большая трансформация, либо его вообще реформируют, говорят источники, за ненадобностью. Если убирают Бородина, значит действительно все к этому идет, считает бывший СОПКОР Первого канала в Белоруссии Павел Шеремет. И ожидается, что сменит Бородина на его посту полпред президента, российского президента, естественно, в Приволжском федеральном округе Григорий Рапота. В начале сентября Дмитрий Медведев сменил полпреда в Центральном, Северо-Западном и Уральском округах, а Рапота был единственным, кого он назначал не президент. И поэтому он наиболее вероятная кандидатура на замену Бородина. Но Павел Павлович, как многие из нас помнят, легендарный госслужащий, его работа в Минске, хотя и была такой в последнее время декоративной, но запомнилась она тем, цитатой Павла Павловича, который сказал, что в Союз России и Белоруссии скоро войдет вся Европа. До того, как переехать, Бородин 7 лет возглавлял управление делами президента России Ельцина, и его считали вторым по устраненности после Виктора Степановича Черномырдина человеком. И в частности, он памятен нам реконструкции комплекса Кремля и скандалом со швейцарской фирмой Mobitex, через которую все ремонтные работы и проводились. По этому делу Бородина даже арестовывали в США, но затем экстрадировали в России, где, естественно, уголовного дела заведено на него не было. Коллеги? Коллега! Одна, уж извини, да, тебя слушала, кроме телезрителей. Спасибо, Антон, мой коллега Антон Жилнов.